Дорогие друзья, уважаемые коллеги, совсем недавно мы вернулись с вами с юбилейного 20-го Конгресса Российской гильдии риэлторов по недвижимости из Екатеринбурга. Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы избрали меня в правление Российской гильдии риэлторов. Я работал в правлении с 2000 по 2010 год, а потом у меня был 6 лет перерыв. И вот я вернулся. Зачем? Ну, скажу вам честно, что на самом деле не потому, что я очень сильно соскучился по вам по всем или по Российской гильдии риэлторов, а исключительно по той причине, что я считаю, что сегодня настало критическое время. Время решений, которое должно позволить нам с вами сохранить нашу профессию. На Конгрессе была очень хорошо организована и прошла секция с вопросом саморегулирования или и лицензирования. Но, к сожалению, небольшая аудитория вмещала себя не более 60 человек, и она была заполнена полностью. Таким образом, только 10% от участников Конгресса смогли ее услышать. И мне очень хочется, чтобы информация, которую мы обсуждали, была доступна всем вам. И в этом и есть основной смысл моего сегодняшнего обращения. Я убежден в том, что сегодня все важнейшие факторы, которые характеризуют нашу профессию, в России находятся на очень плачевном уровне. Начнем с самого главного – имидж нашей профессии. Ну, не секрет, что сегодня он даже хуже, чем был 6-7 лет назад. Скажем прямо, он ниже Плинтуса. И нам пока не приходится гордиться тем, что мы с вами риэлторы. Потому что есть черные риэлторы, серые риэлторы. И качество нашей услуги в целом вставляет желать лучшего. Если в 98-м году в США Боб Дойл боролся за место президента Соединенных Штатов Америки вместе с Клинтоном, хоть и проиграл, то сегодня риэлторов нет не только в борьбе за президентское кресло, но нет ни одного же риэлтора, который даже бы баллотировался, допустим, в Государственную Думу или даже в какую-нибудь Местную Думу. Что говорит как раз опять-таки о положении нашей профессии. Второй важнейший момент – это доля рынка, которую занимают риэлторы. Конечно, долю рынка трудно посчитать в других городах. Но я могу сказать абсолютно уверенно, что доля рынка в Петербурге сократилась за последние 6-7 лет с 50% до 40%. А почему? Тоже понятно, потому что очень много людей работает, которые не входят ни в какие профессиональные объединения, которые даже не зарегистрированы как компании и не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Это просто-напросто серые маклеры, которые ни за что не отвечают и работают на собственный карман. Доля рынка у нас с вами в России очень низкая. Но может быть до исключения Екатеринбурга, где доля рынка по подсчетам местных риэлторов больше 80%. А почему? А потому что оказалось, что екатеринбургские риэлторы оказались самыми хорошими учениками. Когда в начале 90-х годов Джудит Линденау, исполнительный директор ассоциаций риэлторов из Миннесоты, давала курс «Как создать и управлять ассоциацией риэлторов», екатеринбуржцы сделали все так, как их учили. И создали свою мультилистинговую систему, которая сегодня и позволяет им контролировать более 80% рынка. Это я почему рассказываю? Потому что международный опыт, на самом деле, оказывается, очень даже не лишний, если подходить к нему объективно и, скажем так, внимательно. Третий важнейший момент – это размер комиссионных, которые мы сегодня с вами зарабатываем и которые неразрывно связаны с рентабельностью нашего бизнеса. Опять-таки, к сожалению, за последние 5-6 лет рентабельность нашего бизнеса упала. Так же, как и комиссионный процент. Когда мы создавали ассоциацию риэлторов в Санкт-Петербурге, то в первых профессиональных стандартах вообще было записано, что рекомендуется брать 8% комиссионных. И первые 5 лет Питер так и работал. Сегодня мы не можем похвастаться даже 6%. В лучшем случае это 4-4,5%. Но есть же компании, которые работают уже из-за 2. И столько таких компаний по России. Естественно, это приводит к очень низкой рентабельности бизнеса и к невысокой качественной услуге. Поэтому показатели мы тоже выглядим с вами весьма посредственно. И в первую очередь потому, что происходит демпинг на рынке риэлторских услуг. И с этим необходимо тоже бороться. А как мы с вами можем противостоять угрозам сегодня? Мы это можем с вами сделать только в одном случае. Если мы с вами объединимся и примем определенные решения. А какие сегодня угрозы, которых не было тоже ни 5 лет назад, ни 10? В первую очередь на рынок вышли новые игроки. С одной стороны, это и более четкая позиция нотариусов, которые теперь могут выбрать на себя часть работы, которую раньше делали риэлторы. С другой стороны, это банки. И причем не просто банки, а допустим Сбербанк. Это одна из крупнейших компаний в мире со своими ресурсами. У которой десятки тысяч офисов в самых лучших локациях. То есть в самом лучшем местоположении в наших городах. И при том, что весь сервис банковский уходит в онлайн, то это великолепные площадки для того, чтобы использовать их под агентство недвижимости. Последняя разработка. Парлайн прекрасно предлагает иметь риэлторам все. И свой кабинет отличный. И не только проводить ипотеку, но все их взаиморасчеты. И проверять историю собственности. И даже страховать право собственности. И, к сожалению, тенденция будет продолжаться. И после Сбербанка выйдет ВТБ. И вот увидите, что нам с вами необходимо каким-то образом противостоять этим угрозам. Информационные компании, которые сегодня заполоняют рынок очень быстро. В Москве таких компаний уже пару десятков. Которые просто сводят клиентов друг с другом. Им не важно, какая качественная услуга. Им не важно, есть ли договора. Они вообще отрицают эксклюзив. И они никакие законы России с вами не нарушают. Потому что наших с вами законов нет. А наши профстандарты для них не указ. Поэтому, коллеги, я убежден в том, что сегодня действительно такое, знаете, как на берегу моря, когда волны поднимаются, поднимается красный флаг. Red alert, такая красная опасность. Так вот у нас с вами, коллеги, сегодня красная опасность. Если мы с вами ничего не сделаем, то мы с вами просто-напросто потеряем нашу профессию. Вопрос, а что делать? Вы знаете, Российская гильдия риэлторов уже 6 лет работает над законом о риэлторской деятельности на базе СРО. Хорошее начинание, правильное движение. Только насколько наши фантазии реальны? Я вам хочу сказать, они нереальны сегодня. По нескольким причинам. Назову только две основные причины. Первая причина. В законе об административной реформе четко написано, что для того, чтобы принять закон об обязательном саморегулировании, эти организации должны быть зарегистрированы и работать как СРО практически во всех субъектах федерации. И доля охвата рынка должна быть почти максимальная. А что это такое? Мы с вами сегодня работаем в 50 регионах из 85. Это менее 60% охвата рынка. Поэтому никакой закон принят быть не может. Но есть еще одна причина. Ведь почему государство так легко отдает СРО, допустим, занимайтесь законом. Потому что ведь провести любой закон – это большие финансовые, административные ресурсы. А вы думаете, в Российской гильдии риэлторов есть финансовые и человеческие кадровые ресурсы? К сожалению, нет. И в ближайшее время не будет. Поэтому это тоже иллюзия. А что же делать? Ведь если мы просто будем развивать добровольную сертификацию, в которой тоже много плюсов, и у нас есть динамика положительная, у нас увеличивается количество сертифицированных центров, увеличивается количество агентов, но слишком медленно. За 15 лет у нас 10 тысяч сертифицированных агентов. А всего в России их около 100 – легальных и нелегальных. Так это нам еще 90 лет сертифицировать всех остальных? Мы не можем себе этого позволить. Поэтому единственный выход из этого положения – это симбиоз. Это лицензирование, жесточайшее причем лицензирование со стороны государства, и добровольная сертификация, как саморегулируемая организация, на базе Российской гильдии риэлторов. Вот тогда будет действительно эффект. Многие скажут, да мы видели же это лицензирование, ничего хорошего оно нам не давало. Хотя все также подтвердят, что все клиенты, приходя в компанию, спрашивали, а у вас есть лицензия? А сегодня вас спрашивают по поводу сертификата? Нет, не спрашивают. Потому что у нас нет с вами, да, нет таких ресурсов, чтобы мы могли так продвигать свою сертификацию. Поэтому мы можем это сделать только с точки зрения государства. И тогда это будет работать. Но государству нужно отдать самое главное – выдачу лицензии и отзыв лицензии в случае нарушения. Все остальное нужно отдать профессиональному объединению. И в этом как раз наша задача. Если мы правильно выстроим свои отношения с государством через саморегулирование, мы возьмем эти функции так, как это делается в других странах. В Канаде 98% рынка. 98% рынка. И жесточайший закон о лицензировании. Требует он что в первую очередь? Да все, что у нас есть с вами. Образование. Но очень важно. Честное, профессиональное, лояльное отношение к клиенту. А если этого нет, то жесточайшее наказание. Штраф 25 тысяч долларов. Лишение лицензии. Или 5 лет тюрьмы. Вы скажете, ну это круто. Ну что, 5 лет тюрьмы? А почему бы нет? Вы же честно работаете. Вы же лояльно относитесь к своему клиенту. Так вам не надо беспокоиться тогда. И тогда наша профессия будет уважаемая. Вы скажете, ну там Канада. Пример Белоруссии. Наши соседи. 11 лет назад вышел жесточайший закон, который был принят высокопоставленным чиновникам, которого плохо обслужили риэлторы. Белоруссии не спросили мнения риэлторов, какой должен быть закон. Они просто его написали и приняли. Быстро. Закон варварский. 3% комиссия. Все агенты в штате. У всех должно быть образование и у брокеров только высшее, причем только юридическое, финансовое или строительное. Все платят НДС и по полной программе. И что вы думаете? У риэлторов в Белоруссии 80-85% рынка хорошо себя чувствуют и защищены законом, так же, как и добросовестные потребители. Если клиент не хочет платить, суд принимает решение в пользу риэлтора. Так что страшного даже при таком варварском законе ничего нет. Другое дело, что мы с вами должны сами сделать все, чтобы закон был не варварский, а цивилизованный. Но тогда мы сами должны выйти с вами с инициативой, а не государство, которое просто напишет нам закон и спустит его снизу, сверху вниз. И скажет, вперед, ребята. Поэтому, коллеги, я сегодня обращаюсь к вам, потому что убежден в том, что вы хотите, чтобы этот бизнес можно было продать или передать его по наследству своим детям. Мы с вами отработали 15, 20, 25 лет в этом бизнесе. И мы заслужили, на самом деле, того, чтобы мы могли спать спокойно. Я убежден в том, что мы хотим, чтобы мы были в легальном поле, чтобы и мы, агенты, платили налоги, и чтобы мы были абсолютно защищены, и чтобы закон нас защищал. Да, закон будет не цивилизованный сразу. Нас будет контролировать больше других, да. Нам больше всего достанется, да. Но мы очистим наше поле деятельности от серых, черных, недобросовестных людей. Мы сделаем порог входа в нашу профессию и медленно, но верно, действительно сделаем его цивилизованным. Но это зависит только от нас с вами. Знаете, как шел человек, упал в пропасть, висит над ущельем и говорит, «О, Господи, дай же ты мне возможность выбраться!» А Господь ему отвечает, «Знаешь ты, дорогой, у тебя недостаточно сил, чтобы выбраться, и я дал тебе достаточно сил, чтобы ты сюда не попадал». Так вот, коллеги, я желаю нам с вами не падать в пропасть, а радоваться жизни и радоваться и гордиться своей профессией. Я всех приглашаю на жилищный конгресс в конце сентября, ДРГР, Национальная палата недвижимости. Все мы должны принять единое решение, как жить дальше. А я убежден в том, что выход один. Нас может спасти и защитить только закон. Закон о лицензировании плюс добровольная сертификация. Спасибо вам всем за внимание. Всего вам самого доброго. Продолжение следует...